29 августа 1885 года немецкие инженеры Гортлиб Даймлер и Вильгельм Майбах представили публике первый мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания. И дабы отметить 135-й день рождения байка, поклонники двухколесной техники собрались в парке технических видов спорта в Печатниках, где при поддержке правительства Москвы прошел фестиваль «Сила моторов». Мероприятие проводится впервые в Москве. До этого у нас часто проходили мотофестивали, но в этом году мы решили расширить наш аудиториум и добавили еще автоспорт. На площадке будет организована совместно с Департаментом спорта города Москвы много разных дисциплин по спорту экстремальному. Несмотря на прохладную погоду, мероприятие посетили порядка двух тысяч человек, причем половина из них – профессиональные спортсмены. Почетным гостем фестиваля стала мотогонщица Анастасия Нифонтова. Одна из самых успешных ролисток мира, имеющая в активе множество титулов, впервые попробовала свои силы в мото-джимхане. Я вообще считаю, что подобного плана мероприятия, они очень нужны, они полезны, потому что, ну, во-первых, это для нас спортсменов, любителей мото и авто. Это момент, когда мы можем прийти пообщаться как-то в такой свободной обстановке, никогда на гонках все, на нервике, да, вот так спокойно. И, опять же, для простых людей прийти познакомиться со спортом, посмотреть, что есть мото-джимханы, есть дрифт, есть какие-то другие еще виды автомотоспорта. И, может быть, кто-то захочет, придет и начнет заниматься. А там, может, и чемпион какой вырастет. Посетители мероприятия могли не только насладиться выступлениями профессиональных гонщиков, но и полюбоваться выставкой уникальных автомобилей и мотоциклов. Или принять участие в чемпионате по сим-рейсингу. Не скучали на фестивале и дети. Самым маленьким поклонникам двухколесной техники наносили яркий аквагрим и предлагали расписать пряники, изготовленные в форме машин и мотоциклов. У нас проходят соревнования для детей по мини-мото, по беговелам. Ролики также проводят чемпионат первенства Москвы. И проходят соревнования по тайскому боксу. Также у нас есть огромный батутный центр, где можно прийти с детьми, можно поучаствовать в активностях, покататься на аттракционах, можно поесть сладкую вату, мороженое и так далее. Праздник, приуроченный ко дню рождения мотоцикла, а заодно и к закрытию сезона, удался. И поскольку фестиваль нашел такой восторженный отклик у посетителей, скорее всего его проведут и в следующем году. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ